Здравствуйте! В студии Олег Хилл с самыми актуальными новостями на пятницу, 6 ноября. Сразу поясню, я здоров. В прошлом выпуске мой голос меня слегка подвел из-за того, что я не выспался, а это очень влияет на голосовые связки. Это была бесплатная мини-лекция для тех, кто работает голосом. А теперь к новостям. Многие зрители задают вопросы мне в личку по поводу перелета в другие страны во время карантина. Я проверил пару направлений, рейсы есть, значит летать можно. Сейчас в правилах на сайте правительства содержится такая строчка. Жители Великобритании не могут путешествовать за рубеж или в пределах Соединенного Королевства, кроме как по работе, учебе или по другим официально разрешенным причинам. Непонятно, как именно Великобритания будет контролировать причины, по которым вы вылетаете. Ну, вероятно, просто будут задавать вопрос на границе, вы по работе летите или нет. Ну и как мы все знаем по старым шуткам, как только я узнал, что джентльмены верят на слово, тут-то мне карта и поперла. И еще, давайте договоримся, если у вас есть какой-то вопрос, который вы хотите выяснить, то сначала задайте его в комментариях под видео, как некоторые из вас и делают. Может быть кто-то из зрителей знает на него ответ и вам ответит. Просто ко мне в личку приходит очень много информации и я могу не заметить ваш вопрос в этом потоке. Спасибо. К предыдущей новости хочется добавить следующее. Люди в Англии будут оштрафованы на 200 фунтов, если их поймают при попытке уехать в отпуск. Новые драконовские меры, введенные министрами, означают, что отправляясь в поездку, люди смогут получить судимость. Повторные нарушители могут быть наказаны штрафом до 6400 фунтов или быть осужденными, если дело дойдет до суда. Это соответствует любому нарушению законов о коронавирусе, которые во время второй именно вот этой блокировки запрещают любые поездки в отпуск. Эти меры вступают в силу с 4 утра 7 ноября. Об этом сообщил вчера днем в твиттере министр транспорта Гранд Шапс. Он добавил, что ни одна страна не была включена в список свободных коридоров, из которых британцам не нужно было бы самоизолироваться по возвращении домой. С субботы в карантинный список в Великобритании по коронавирусу будут добавлены Германия и Швеция. Любой, кто прибыл из этих двух стран и уехал в них до начала изоляции, должен будет самоизолироваться на две недели. Новости одной строкой. Сотрудник НХС публично ушла в отставку, утверждая, что у нее не было работы в течение трех недель в разгар пандемии. Студенты Манчестерского университета обнаружили, что они были окружены забором без предварительного предупреждения. В день начала нового карантина в Англии. По словам вице-канцлера, это было сделано в ответ на опасения по поводу доступа к сайту нерезидентов и не преследовало цель помешать студентам приходить и уходить. О серьезном. Армия прибыла в Понтинс, потому что Ливерпуль готовится к пилотной программе массового тестирования на коронавирус. Пока тестирование. Всем, кто живет или работает в Ливерпуле, теперь будет предложено пройти тестирование на COVID-19, независимо от того, есть ли у него симптомы или нет. Жители и рабочие будут протестированы с использованием комбинации существующих мазков, а также новых тестов бокового потока, которые могут быстро изменить результаты в течение часа без необходимости обработки в лаборатории. А также технологии LAMP, которая должна быть развернута в больницах Ливерпульского университета НХС. Обратите внимание, мэр Ливерпуля Джо Андерсон сказал, мы наблюдаем медленное снижение показателей заболеваний в Ливерпуле, что свидетельствует о том, что мы на правильном пути, а жители и предприятия работают вместе и следуют рекомендациям для общего блага. А вот министр обороны Бен Уоллес сказал, военные располагают уникальными возможностями для помощи в борьбе с COVID-19 и готовы поддержать инициативу массовых испытаний в Ливерпуле вместе с дополнительными потребностями страны в настоящее время. Мэр Лондона Садик Хан поддержал идею использовать киберспортивные турниры для просветительской деятельности и борьбы с безработицей среди молодежи. Его программа Sport United выступила спонсором организации LDN UTD, которая проведет специальный ивент вместе с несколькими университетами Лондона. Мероприятие под названием The LDN UTD станет площадкой для работы с молодежью из четырех районов Лондона – Кингстона, Люишема, Хакни и Ламбета. Организаторы планируют провести открытые турниры по FIFA 21 и NBA 2K21, параллельно которым пройдут несколько цифровых семинаров от Стаффордширского университета. Лекции будут посвящены теме поиска работы в индустрии киберспорта. Например, молодым людям предложат пройти курсы по видеомонтажу, SMM и графическому дизайну. То есть нормальный спорт у нас развиваться теперь не будет. Глава целевой рабочей группы правительства Великобритании по вакцинам Кейт Бингем заявила, что британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, о которой мы не раз говорили, сорвала сроки поставок вакцины от коронавируса в Соединенное Королевство. Ранее британское правительство заказало у AstraZeneca 100 миллионов доз вакцины от COVID-19 и фармакомпания пообещала 30 миллионов доз еще до конца сентября текущего года. По данным издания, к концу 2020 года компания поставит только 4 миллиона доз препарата. Третья фаза испытаний вакцины, разработанной AstraZeneca и Оксфордским университетом, стартовала в США в конце августа, однако в сентябре, как вы помните, тесты были приостановлены из-за необъяснимой болезни у одного из добровольцев. В фармакомпании эту информацию опровергли, назвав диагноз неокончательным. Мне интересно, 100 миллионов доз это для кого? Для британцев? К тому же AstraZeneca планирует начать обсуждение экстренного одобрения своей экспериментальной вакцины COVID-19 с американскими регуляторами. Компания разрабатывает препарат совместно с Оксфордом. Для одобрения Оксфордской вакцины потребуются хорошие данные испытаний. Они проводятся в Британии, Южной Африке, Бразилии. Необходимы первые статистически достоверные результаты испытаний. Только после этого британский препарат может быть предъявлен американскому регулятору, который утвердит вакцину. Ну, я так понимаю, там без нового президента вообще никто утвердить ничего не сможет. Канцлер Риши Сунак подтвердил, что схема отпуска будет продлена по всей Великобритании до конца марта. Господин Сунак сказал, что по этой схеме будет выплачиваться до 80% заработной платы человека до 2,5 тысяч фунтов стерлингов в месяц. Он сказал, что правительство пересмотрит политику в январе. Канцлер заявил, что его намерением было обеспечить безопасность предприятий на зиму. Господин Сунак также объявил о других миллиардов фунтов поддержки экономики, в том числе о выделении дополнительных средств самозанятым людям. Поддержка через программу поддержки доходов от самозанятости будет увеличена. При этом третий грант охватывает период с ноября по январь, рассчитанный на 80% от средней торговой прибыли, но не более 7,5 тысяч фунтов стерлингов. Обрадовались? Хорошая новость. А на даты обратили внимание? Отпуск до конца марта. Вот запомните эти слова Риши Сунака. Он первый сказал про март. В последних законах о запрете коронавируса есть несколько важных лазеек, начиная с употребления пинты на вынос при определенных условиях и разрешения входить в дома других людей, как на работу. Есть несколько ключевых различий между вторым карантином и первым. И вот для вас шесть разных лайфхаков, лазеек в новых правилах, которые могут упростить вам жизнь. Мы же хитрые. В новых правилах сказано, что алкоголь и еду можно заказывать заранее в пабах и ресторанах, чтобы их забрали и употребляли вне помещения. Клиенты не будут допущены в помещение. Еда и напитки должны быть доставлены или переданы человеку в автомобиле. Ключевым моментом в этом деле является то, что это должно быть заказано заранее. Точно так же, как точки на вынос, которым будет разрешено работать, как и при первом локдауне. Однако не забудьте, в пабах можно будет заказать пинту только до десяти вечера, потому что потом они превратятся в тыкву. Ну, потому что действующий комендантский час остается в силе. То есть до десяти вечера заказываете пинту на вынос и сами понимаете. В руководстве по изоляции разрешено выходить из дома для занятий спортом. И вам будет разрешено при этом видеться только с одним человеком. Ну, где-то на улице. Сейчас людям также разрешено посидеть на скамейке в парке или съездить на пляж или выпить пинту на открытом воздухе. В разрешении отдых на свежем воздухе в рамках ограничений. Отдых на свежем воздухе. Вам разрешается встретиться с одним человеком из другой семьи, если вы один и, например, выпить пинту пива, которую вы заказали благодаря предыдущему лайфхаку. То есть вы взяли пинту, он взял пинту. Ну и... Если у вас есть ребенок в возрасте до пяти лет, то вы будете считаться, так сказать, одним человеком. Таким образом, если у вас есть ребенок до пяти лет, вам будет разрешено встретиться с другим человеком, с другим таким же ребенком. Думаю, что заказав пинту пива во время прогулки с ребенком, любой папа сможет встретиться с другим таким же папой. И детей выгуляли, и пивка попили с другом. И еще добавлю, если ребенку уже шесть, то можно с ним поиграть в игру «Назови свой возраст минус один год». Также пришло время стереть пыль судочек, поскольку рыбалка – это один из немногих видов спорта, которым вы все еще можете заниматься. Вы, конечно, можете выйти на улицу, чтобы потренироваться, но все от теннисных кортов до бассейнов будет закрыто. Тем не менее, вам будет разрешено ловить рыбу. Как оказалось, тренажерные залы и спортивные сооружения и бассейны по-прежнему будут использоваться для занятий детей в возрасте до 16 лет под присмотром, если они используются для обучения или тренировок. Так что занятия физкультурой для подростков будут продолжены. И если вы тренер, то, скорее всего, сможете набрать команду и ходить с детьми на тренировку. Няням и уборщицам разрешается работать в чужих домах в соответствии с правилами второго карантина, но на этот раз им будет разрешено работать в чужих домах. Я так понимаю, муж на час или что-то подобное тоже подходит под этот закон. Ну и для того, чтобы вы не ушли на выходные в грустных мыслях про Ливерпуль, вот вам немного полезной информации, полезной для многих, возможно, даже для тех мужей на час. Бренд сексуального здоровья LELO рекомендует четыре позиции, которые гарантированно заставят ваше сердце биться чаще и минимизируют личный контакт. Некоторые из этих позиций представляют собой классические позы с новым поворотом, в то время как они также побуждают пары использовать изоляцию, чтобы вместе исследовать новые ощущения и телодвижения. И, пожалуйста, поаккуратнее там с тантрической позиции не переборщите на выходных. А новостей на сегодня больше нет. Всего вам доброго, увидимся с вами в понедельник.